Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хован. Я приветствую вас на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами о подготовке посадочного материала чеснока и других луковичных культур, ну, на примере чеснока, к осенней посадке. Прежде чем приступить к посадке этих растений, необходимо помнить, особенно если речь идет о чесноке, о пищевых растениях, что для того, чтобы гарантированно получить хороший урожай, нам необходимо использовать разнообразие сортов. Почему это необходимо? В связи с тем, что достаточно сложно предсказать, какие условия последующего года у нас будут. Да и этот год осень бы иногда предсказать достаточно сложно. Наступят ли заморозки рано или они будут поздними? Какие будут режимы увлажнения осенью и весной? Как рано наступит весна? Когда будут возвратные заморозки? Будет ли это холодным или теплым, сухим или влажным? Это достаточно капризное предсказание и не всегда надежное. Сортовое же разнообразие позволяет нам получить все-таки какой-то, но урожай. Потому что какой-то из сортов, которые мы посадим, но получит преимущество в тех или иных условиях. Ведь разные сорта обладают разными адаптационными способностями к окружающей среде. Я использую озимый чеснок с традиционными крупными зубками. Как правило, он не очень хорошо хранится, однако же вкусный, красивый и его удобно использовать. Также я использую сорта с чуть меньшими зубками. Ну и совсем с небольшими зубками мне такие сорта нравятся, в связи с тем, что они, как правило, очень хорошо лежат. Кроме того, в нашем следующем выпуске мы поговорим непосредственно о технологии посадки чеснока. И, забегая вперед, попрошу вас, если вам интересно, воспроизвести ту же посадку, которая будет у меня, запаситесь, пусть и небольшим, но все-таки некоторым количеством семян, зубочков, ярового чеснока. Итак, сортовое разнообразие позволяет вам получить гарантированный урожай даже в каких-то неизвестных или экстремальных условиях. Я использую местные сорта чеснока. Как правило, они являются наиболее адаптированными к тем условиям, которые имеются у меня в огороде. Такие сорта можно приобрести на рынке у любителей. Их также можно заказать в интернет-магазинах или купить в ближайшем магазине. Но обязательно вы поинтересуетесь, что это за сорт, в какие реестры сортов он включен, в каких регионах он реонирован, допущен к использованию, каким регионам он наилучшим образом адаптирован. Это даст какое-то спокойствие, ну, пускай не гарантию, но в любом случае спокойствие относительно того, что вы сделали все, что могли и от вас зависело при выборе сорта. Ведь посадка осенью является такой длинной инвестицией в будущий урожай. И будет очень обидно, если сорта кажется неподходящей. При разборе луковиц чеснока вот таких головок, все, в общем-то, знают, кто этим занимался, можно в этих луковицах найти как крупные, так и мелкие зубки. В меньшей степени это касается вот таких вот сортов с крупными зубками. В большей степени это касается сортов с более мелкими луковицами и, соответственно, зубками. В отличие от картофеля, где семена мы отбираем среднего или ближе к мелкому размеру, при отборе зубков для посадки нам необходимо отбирать самые крупные зубки. Потому что именно эти самые крупные зубки дадут нам наилучший урожай в отношении крупности зубков. Потому что более мелкие дадут мелкие луковицы и, соответственно, меньший урожай. Однако же есть и особенность высадки мелких зубчиков. Как правило, урожай вот с таких мелких зубчиков содержит иногда луковицы с небольшим количеством зубков, но их может быть там 4, например, не более 5, но достаточно крупных. Некоторые сорта этим характерны. В этом случае уже зубки следующего года, после посадки таких мелких зубков, дадут вам очень хороший результат и очень хороший урожай. Поэтому для тех луковиц, чеснока, которые вы планируете в будущем потреблять в пищу, высаживайте самые крупные зубки. А на семена вы можете посадить и более мелкие. Особенно в том случае, если вы ограничены в количестве посадочного материала, а сорт вам нравится. Следующим этапом подготовки чеснока и других луковичных к посадке является предпоседная обработка этих зубков или луковиц. В зависимости от того, чем растение размножается. Некоторые считают, что этот этап в отношении чеснока является слишком хлопотным и не так уж нужен, как и в отношении других луковичных. Какие-то луковичные растения более подвержены заболеваниям. Это, например, лилии, тюльпаны, гиацинты. Такие растения, как нарциссы, мускарии и крокусы, в меньшей степени подвержены заболеваниям. Или сетчатые тоже. Рябчики. Поэтому они могут высаживаться и без предварительной обработки. Если же вы садите большое количество чеснока, не поленитесь. Для того, чтобы принять правильное решение относительно целесообразности или нецелесообразности предпоседной обработки, возьмите несколько луковиц крупных, мелких, после того, как вы их разобрали. А разбирать вот эти луковицы на зубки нужно не позже, чем за 2-3 дня до посадки. В случае возникновения каких-то ранений, эти ранения могут немножечко подсохнуть, поджить и станут меньшими такими воротами для всевозможных инфекций после посадки, нежели чем свежие раны и повреждения вот этой чешуи. И когда вы возьмете заранее несколько таких вот зубочков и поместите их, ну, буквально, вот просто в банку я, например, пол-литровую помещаю, снизу просто салфетка бумажная и небольшое количество воды. И 4-5 дней уже достаточно для того, чтобы здесь зубочки полежали и на них проявились болезни. Если вы увидели серый налет, это может свидетельствовать о том, что у вас на луковицах есть заражение серой винилью. Если вы увидели белый пушок с такой розоватой окраской, пигментом, который может находиться на кожуре, мигрировать в кожуру, то это свидетельствует о том, что на ваших луковицах имеется инфекция фузариоза. И в одном, и во втором случае. Ну, иногда у вас может появиться такая плесень, как аспергиву. Она тоже дает такое темное черное окрашивание, но в этом случае сам мицели белый, а вот уже спороношение черного цвета. И во всех этих случаях необходимо провести обязательно предпосевное протравление. Обработку чеснока, то есть выдерживание в том растворе, в котором вы примете решение его выдержать, длительность этого выдерживания составляет от 27-4 часов, то есть суток, до 5 дней. Это нормальный срок для того, чтобы выдержать там луковицы, за исключением одного случая, о котором я вам сейчас и расскажу. Итак, для предпосевной обработки чеснока я выбрал множество вариантов. Вот во всех этих банках находятся зубки чеснока с разными вариантами предпосевной обработки. Я делал предпосевную обработку перекисью водорода, хлоргексидином, моим любимым раствором спиртовым куркумы. Также я использовал зеленку. Я также использовал эфирное масло чабреца. Также я использовал фитоспорин, бактоген, такой бактериальный препарат, родственный фитоспорину, но, как показывает практика, более эффективный. Кроме того, я использовал форма-йод. Также я использовал такой препарат, как Максим XL. Я его использовал в качестве такого контроля, контроля химической обработки. То есть будет ли более или менее эффективна какая-то альтернативная обработка этому химическому препарату. Также я использовал препарат фитофлавин для предпосевной обработки. Ну и использовал такой распространенный стимулятор роста, как Эпин Экстра. На нем не заявлено повышение устойчивости к этим инфекциям или искоренение этих инфекций, но мне было интересно посмотреть, будут ли какие-то видимые эффекты от его использования. Итак, я получил вот такое множество всевозможных вариантов. Начну я с контрольного варианта воды. Я каждый вариант ставил в двух, как бы, таких вот тоже вариантах. Один просто с обработкой, ну в данном случае просто вода. И второй вариант это принудительное заражение серой гнилью. Поскольку я, в общем, ну заранее не знал, будет у меня здесь серый гниль, фузырец или еще что-то. Чисто внешне луковицы у меня выглядели просто превосходно. Совершенно здоровые, совершенно красивые. И все это стояло у меня 4 дня при комнатной температуре. К моему удивлению, вот эти вот зубочки чеснока, внешне красивые, здоровые, очень такие прям славные, оказались заражены в довольно высокой степени серой гнилью, патрициозом. Вообще патрициоз это весьма опасное заболевание и чеснока, и лука, и других луковичных растений. Лилии от него очень сильно страдают. Поэтому, в общем-то, мне можно было и не делать принудительное заражение серой гнилью. Ну, для повторности и для статистики, и для чистоты эксперимента, обилие вот таких повторений и повторности является очень и очень полезным. Итак, я сделал такую же провокацию инфекции, как я вам рекомендую для принятия решения, травить или не травить, и у меня оказалось, что семена являются весьма и весьма зараженными серой гнилью. Коя в деле я еще увидел фузыриоз. Начну я свой рассказ с перекиси водородов. Вместо воды я в обоих вариантах и просто луковицы, и луковицы с заражением серой гнилью, взял и залил их вот такой вот трехпроцентной перекисью водорода. Ну, что я вам хочу сказать. Перекись водорода справилась с инфекцией, и натуральной, которая там была, и которую я туда привнес, просто превосходно. Никаких признаков инфицирования здесь нет. Также здесь нет за четыре дня и признаков роста корней на самих зубках. Это, в общем-то, неплохо. Следующий препарат, о котором я вам расскажу, это фарма-йод. Я взял фарма-йод не в той концентрации, которая рекомендована, а именно 100 мл на 10 л воды. Я взял концентрацию в три раза больше. В принципе, эта трехкратная концентрация также рекомендована производителям в случае высокого уровня зараженности почвы, посадочного материала, семян и так далее. Вот при выдерживании в этом растворе в течение четырех дней, суток, зубочки никаких признаков инфекции не показали. Это трехкратная концентрация от рекомендуемой. Но что я вам хочу сказать. Напомню, что вообще вот такие крепкие растворы, йоды, еще чего-то, особенно в присутствии поверхностно-активных веществ, являются достаточно фитотоксичными. Кроме того, они наносят урон почве, почвенной микрофлоре и нормальной конкурентной микрофлоре, которая населяет и эти зубки, и любые другие семена. Поэтому можно пользоваться этим способом, но только в самом крайнем случае. Следующий вариант это зеленка. Разбавленные растворы зеленки, там 10 капель даже на литр воды, никаким бактерицидным и фунгицидным эффектом совершенно не обладают. Единственный эффект, который я увидел, это разведение зеленки один к одному. Или вообще использование спиртового раствора зеленки, такой как продается в аптеке. То есть, если вы тщательно пропитаете, измажете зубочки зеленкой, то в этом случае, да, серый огни здесь не появилось. Но здесь возникает та же самая проблема, что и в случае использования фарма-йода, ну и на самом деле перекиси водорода тоже. Вы просто сносите всю микрофлору, и полезную, и вредную, высаживаете зубочки в землю, происходит растворение действующего вещества, а в случае перекиси водорода она вообще очень быстро разлагается до кислорода и воды. И в отсутствие вот этой конкурентной микрофлоры на зубках или на любых других семенах туда патогены все, которые есть в почве, и от которых вы никогда, полной мере не избавитесь, чтобы вы не использовали, они нападают на них и достаточно быстро расправляются с этими уже незащищенными от инфекции зубками. Следующий препарат это эпин. В случае обработки эпина, к сожалению, я наблюдаю довольно сильное поражение серой гнигию и в варианте с водой, и в варианте с добавлением инфекции, но, как я уже сказал, в общем-то здесь разницы никакой нет, инфекция там изначально была. Ну, никто не обещал, что эпин подействует фунгицидно на серую гниль, однако мне было интересно, отрастут здесь корешочки или нет, простимулирует он рост корней у чеснока или не простимулирует. Не простимулировал, здесь нет роста корней. Однако, я хочу сделать очень важное замечание. Эпин является гормоном для растений. И вот так вот каких-то быстрых эффектов от эпина ожидать не стоит. Эпин хорошо действует со временем. То есть, вы быстрых эффектов, там, что вот семена наклюнулись быстрее, или зубки проросли быстрее, или еще что-то произошло, вы и не будете наблюдать. Это можно оценить эффект от эпина только уже на уровне сбора урожая. Поэтому, поскольку эпин совместим с биологическими препаратами, со многими биологическими препаратами, все-таки я рекомендую вам его использовать для повышения урожайности и овощных различных растений, но и чеснока в том числе, в соответствии с теми регламентами, которые прописаны на той упаковке эпином, которая вам досталась. Следующий препарат, о котором я хочу поговорить, это вот этот вот препарат фитофлавин. Что я вам могу сказать о фитофлавине? Несмотря на то, что здесь заявлено, что он борется с грибными болезнями, к сожалению, поражение здесь серой гнили какое-то совершенно колоссальное. И в случае добавления, и без случая добавления. То есть, на самом деле он меня не впечатлил, и между прочим, я дал даже немножечко больше концентрацию, чем здесь рекомендовано. Ну, не сильно больше, но процентов на 20 больше. Ну, в общем, у меня он совершенно фитофлавин. С этой целью, вот с этой целью, он меня абсолютно не впечатлил. Следующий препарат, о котором я хочу поговорить, это триходерма. Триходерма справилась с инфекцией серой гнили превосходно. Я, все, что я здесь вижу на этих зубочках, это следы роста самой триходермы. Вот здесь можно заметить, такие зеленые колонии. То есть, триходерма заселила кожуру, растет на ней, и здесь вот я даже вижу маленькие, малюсенькие корешочки появились. Это, так сказать, из всех препаратов первый случай, когда вот здесь вот я вижу маленькие корешочки. А вот здесь даже и не маленькие. Но, но, несмотря на то, что триходерма показала свою высокую эффективность против серой гнили, я все-таки предостерегаю вас от использования этого препарата для предпоседной обработки луковиц. Дело в том, что триходерма колонизирует вот эту кожуру, поселяется на ней и довольно быстро разрушает. Гораздо быстрее, чем эта кожура разрушилась бы при естественной колонизации различными микроорганизмами после посадки этих зубочков в почву. Чем цена эта кожура? Эта кожура, вот эта твердая оболочка, защищает луковицу от посягательства, как различных микроорганизмов, ну, собственно говоря, триходерма с этим справится, но также и от посягательства различных вредителей, которые могут нападать на этот чеснок в почве, типа проволочника, каких-то еще личинок. Поэтому вот такое ускоренное разложение еще до наступления мороза вот этой кожуры является нежелательным. Все-таки эта кожура нужна, она предохраняет луковицы, и она должна здесь остаться. Хотя сам по себе препарат оказался достаточно эффективным. Также хочу поговорить об куркуме. Вот наш стандартный раствор, который я брал. У меня 5 грамм на 100 миллилитров спирта. Даже он разбавленный с водой, скорее водки. А мы делали, когда боролись с фитофторой, аналогичный раствор на 500 миллилитров, брали большую столовую ложку, что, в общем-то, то же самое. Что я вам хочу сказать. Этот раствор, разбавленный раствор, 1 столовая ложка на литр воды, вот такого спиртового раствора, и в нем выдерживаются эти зубочки, он полностью справился с инфекцией. Тут вообще признаков никакой инфекции нет. И роста корешков я тоже не наблюдаю. Поэтому можно сказать, что он достаточно эффективен. И осталось мне сказать о фитоспорине и бактагене. Ну что ж, фитоспорин неплохо справился с инфекцией. Можно сказать, что зубочки совершенно чистенькие, без каких-то признаков инфекции. То есть, вполне адекватно тому, что мы видим на фарма-йоде, на крепкой зеленке, на куркуме. Точно так же справился хлоргексидин, который тоже сносит всю микрофлору напрочь. Точно так же выглядит и обработка при помощи Максима Иксель. То есть, зубочки абсолютно чистые, это тоже эффективный препарат. Хотя, достаточно фитотоксичный. И вообще, Максим Иксель это тяжелая химия. Не стоит им злоупотреблять абсолютно. Если вы можете от него отказаться и избежать его, обязательно избегайте. Так что фитоспорин также достаточно эффективный препарат для предпоседной обработки. Ну, более того, что я могу сказать, что бактериальные препараты, фитоспорин, другие препараты на основе сенной палочки, в том числе и бактоген, они поселяются. Они заселяют эту луковичку. Они там находятся очень продолжительное время. В принципе, до весны они там все еще сохраняются. Они попадают под кожуру, они попадают в саму луковицу, потому что некоторые штаммы сенной палочки являются эндофитными. То есть, они проникают внутрь тканей самого растения. И длительное время там защищают растения, эти зубочки от посягательства различной инфекции. Что отличает их гораздо сильнее и выгоднее от тех препаратов, которые сносят микрофлору в полной мере, вызывая последствия различных бактериозов. И вообще дисбактериозы и уязвимость повышают этих зубочков к различным инфекциям. Такая же точная эффективность обнаружена и на препарате бактоген. Единственное, что вот буквально все зубочки на препарате бактоген, они проросли. Они дали вот такие вот хорошие корешочки. Значит, с одной стороны, это такой жирный плюс, потому что это ускоряет развитие зубков. И в случае особенно поздней посадки, зубки успевают как следует хорошо укорениться. И в общем-то потом дать хороший впоследствии урожай весной, быть более устойчивыми к неблагоприятным факторам среды. И дать такое хорошее интенсивное отрастание зеленой массы. Потому что вот эти все пожелтения пера, какие-то проблемы ранней пероноспороза, они все связаны со слабым развитием корневой системы с осенью. И как следствие, слабым отрастанием этой корневой системы уже весной. Ну конечно и морозы влияют, инфекция влияет, но зачастую этот фактор является самым главным. Но есть и минус в этой истории. Если вам будет доступен бактоген, если вы достанете этот препарат, особенно если вы живете в Беларуси, или вам придет материал уже с предварительной обработкой этим препаратом каких-то луковиц, декоративных растений, корневищ, саженцев и так далее. В этом случае необходимо постараться подержать поменьше. 4-5 суток это слишком много. Почему? Потому что луковицы лучше всего высаживать без корней. У луковичных растений, к сожалению, корневая система очень хрупкая. Она слабо ветвится, можно сказать, вообще не ветвится. И вот это обламывание корешков при посадке негативно впоследствии сказывается на дальнейшем росте и развитии растений. Поэтому сутки двое для выдерживания в бактогене является достаточным. А если вам пришел материал с предобработкой этим препаратом, а вы не можете посадить, откладывается ваша посадка, поместите этот посадочный материал обязательно в прохладное место. Для того, чтобы приостановить вот этот стимулирующий эффект, который может вызвать рост корней и впоследствии при посадке их травмирование и повреждение. Ну, что еще хочу сказать при предпоседной обработке чеснока и других луковичных. Обязательно используйте такие препараты, как фитоверм или актофит или другие авермиктины. Это будет дополнительной защитой ваших луковиц от посягательства различных почвенных вредителей. Эти препараты в полной мере совместимы с биологическими препаратами, будь то триходерма или будь то фитоспорин или бактоген, но не совместимы с такими препаратами, как фарма-йод, как перекись водорода. Вполне совместим с куркумой. Эпин также совместим с биологическими препаратами. Что касается метарезина, это хороший препарат для внесения в лунки перед посадкой чеснока, потому что он также будет защищать ваши посадки от посягательства вредных насекомых и их личинок, находящихся в почве. Но поскольку мы уже в наших выпусках говорили о том, что метарезин не очень совместим с препаратами сенной палочки и не очень совместим с трихотермой, в этом случае вы, пожалуйста, пролейте гряды метарезином, раствором метарезина, тут еще и гуматы добавлены, что совсем неплохо, а луковицы обработайте препаратами на основе сенной палочки. В этом случае метарезин займет какую-то достаточно большую площадь, проливать фитоспорином или бактогеном уже не надо будет, он будет на поверхности самих луковиц, будет вот в этой зоне размножаться и сохраняться. А метарезин колонизирует окружающее пространство и, соответственно, будет выполнять свою функцию еще на подходе к этим зубочкам. Что ж, я надеюсь, что вы подготовите свой посадочный материал, как положено к посадке и совершенно скоро мы примемся за непосредственно посадку чеснока в гряне. Это будет интересно. На этом я прощаюсь с вами. Всего хорошего! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok